Если хочешь прокачать себе твинка без особых затрат или просто начать играть, зарегистрируйся по ссылке в описании. Зарегистрацию тебе дадут М249 пару и если ты дойдешь до 11 ранга, оружие джунглей и вип статус. Вдруг у тебя нет аккаунта на Браво Альфа или Чарля, теперь самое время его качнуть, потому что акция длится совсем недолгое время, успей зарегистрировать и приятного тебе нагиба. Всем привет дорогие друзья, с вами Серега и сегодня мы поиграем с новой эмочкой, которую недавно я выбил. И сразу хочется рассказать про очень ржачный комментарий, которые сказали, что я якобы смонтировал то, что мне выпала эмка, то, что у меня стояли модули. Но люди, которые понимают, они наверное уже описались от смеха, да ребят, такие комментарии были, просто они у меня скрылись, потому что у меня, они там писали это с матом, типа я петух и что-то мне там мэйл, я подсосал и мне, короче, накрутили либо эмку, либо я смонтировал выпадение эмки, то есть люди вообще полнейшие обезбашенные, короче, ну ребят, мы нормальные люди, можем с этого посмеяться, правильно? Потому что мы все знаем, что она была у меня на время, потому что ее можно взять с ценных бонусных, с бонусного сайта. Если ты натишь больше 5000 критов, ты мог взять эту эмку на день и новый дроберейк, в общем, ладно, я просто хотел вам это рассказать, чтобы вы поржали на этой ситуации, то есть реально там не тролли люди, там ни один такой комментарий был, там их было, чтобы 50, то есть забавно, очень забавно. А теперь давайте насчет эмки, это замена тайпа и сейчас я расскажу, хорошая ли замена тайпа, многие говорят, что типа тайп убрали, теперь никто не будет эту эмку для опенка потянуть и я хочу немножко провернуть это все дело, потому что мне эмка очень сильно понравилась, это очень хорошее оружие. Если, в принципе, не стрелять, не пытаться сильно стрелять по головам, а где-то в район шеи, эмка будет выносить очень быстро, но вы знаете, что я просто это широкий хетшотер, поэтому я стрелял по большинству по головам, но специально с этой эмочки я стрелял по телам, потому что, сами понимаете, еще прекрасно, когда ты ложишься и реально отдача зарандомливает куда-нибудь. Ну не знаю, мне вообще нравятся такие рандомы, когда, ну не знаю, пытаешься что-то лечь и кого-то все же убиваешь таким образом. В общем, что хочется сказать по этой эмке, она, я не знаю, как это лучше тайпа или нет, эти оружия сравнивать довольно глупо, потому что, ну пипец, какие разные оружия, но я скажу, что мне и тайп эмочка нравится, но они не оба, не говно, это же донат, не может быть что-то хуже, не, в принципе, может быть эмочка чуть-чуть похуже вообще, в принципе, но она ж не будет офигенно как хуже, естественно, они по свету вам пользуются каким-то калашом или валом для опенкапа, естественно, если у вас какой-то не макросный вал. Вот, если все же вы хотите играть в опенкап штурмовиком, естественно, берите эмочку, потому что если вы поставите другую РДС, а двукратник даже не ставьте, хоть каким выходшотером вы не были, лучше не ставьте двукратник, этот прицел, ну просто не нужен на этой штурмовом винтовке, тем более, после десятого, что ли, патрона или какого-то там патрона становится, ну жесть, какая рандомная отдача, и она очень сильно бесит, но я вообще привык на самом деле особо не зажимать, но для этого видео пришлось. Вот, так что мне нормально все, ему сделали рандомную отдачу специально, чтобы какие-то люди не смогли его макросить, так что, ну мне кажется, все равно некоторые смогут его замакросить, например, на 20 патронов или что-то типа того. На самом деле это не важно, как бы эмочка замакросить, мне кажется, более опасно, когда это вал макросит, так что все будет отлично. Вот скоро мне выдадут, вот выдадут, мне золотую эмку, вот мне выдадут, просто, чтобы я сделал на нее обзор, и все, вот об ней я точно хорошенько, наверное, отзовусь, потому что, ну не знаю, она мне просто вкатила. Блин, зачем я это в этом обзоре говорю? Ладно, я вас интригую, может быть я наоборот скажу, что эмка золотая полнейший говно, и крутить эмку ради золотой, ну это просто глупо, хотя хрен его знает. Кстати, друзья, вы заметили, что эта эмка, ну все-таки ее брал, вообще поднимал, без модуля она выглядит как старая обычная эмка, только чуть-чуть по увеличенней, ну немножко другого цвета, ну так приближенней, короче, немножко переделан, то есть такая вот у нас фантазия интересная. То есть это наша, ребят, старая эмочка, М16А3, на самом деле, я не помню, как наша старая эмочка называлась, М4А1 вроде она называлась, но вообще версию эмки поменяли, на самом деле, вроде бы... Нет, саму оружку поменяли, но там и модельку поменяли, почему-то только название не поменяли. Ну ладно, фиг с ним, какая разница, в принципе, какое название оружия, в принципе, эта эмочка и та эмочка, но только та стандартная эмочка, и как сказали разработчики, то есть эта эмка превосходит обычную, естественно, превосходит, то есть это дефолтная эмка, а эта не дефолтная. Вот, я на самом деле сказал бы, вот эта эмка зимняя, которая есть, на нее тоже делал обзор, она очень классная, еще раз скажу, и мне кажется, если ее вести вот без скина, например, такую же, с такими же характеристиками, или даже что-нибудь еще поднять, то есть она будет божественным оружием, с ним будет очень сильно приятно играть, ну, в принципе, это тоже неплохое, ребята, оружие, но вот эта вот рандомная пуля, которая летит после некоторых отсечек патронов, она меня просто дико напрягает. Я, знаете, я люблю играть в двукратники, но специально для этой эмки я играю в другую рдс, потому что, ну, невозможно играть с двукратником, например, мне, я люблю стоять по головам, с него очень трудно стрелять, там какой-то очень-очень тупой разброс, вообще, сделали бы для этой эмки, неплохо было бы, если бы для нее сделали отсечку по три патрона, было бы на самом деле тоже неплохо. От бедра, кстати, она еще лупит, вообще просто будь здоров, перезаряжается тоже быстро, так что, ребят, если вы спросите, крутить ее или нет, ну, естественно, если вы не какой-то опенкаппер и у вас есть тайпы всякие, то вам ее крутить, в принципе, вообще незачем, она не какая-то дико нагибная, а просто обычная сбалансированная пушка, в принципе, ничего больше, а если вы опенкаппер и хотите узнать мое мнение, стоит ли вам крутить ее, чтобы играть с ней на опенкапе, ну, потому что все остальные пушки запретили, то есть пару нельзя, потому что это пулемет, а CR нельзя, потому что ее убрали, тайп тоже нельзя, потому что ее убрали, ну, и SCAR тоже нельзя, потому что его тоже убрали. То есть, один вариант из доната, эмка Многие мне вот, с кем я играю, они сказали Я буду играть с калашом, я буду играть с эсвалом Я не понимаю, чем им так эмка на самом деле не понравилась Может быть они с ней просто не играли Или я не знаю Потому что, ну действительно, эмочка-то будет покруче калаша Ну как покруче, попроще в использовании Потому что вы знаете, что калаш-то отличное оружие Но он очень часто не маншотит в голову И всякие не маншоты вообще дофига раз случаются И у него не особо, ну как бы контролируемая отдача Но нужно напрягаться С эмочки просто зажал и побежал, как бы Ну тут тоже есть отдача, но не такая сильная, как у калаша Так что, все будет великолепно, друзья Если вы играете, естественно, в опенкапе штурмовиком То, естественно, вам нужна эмка Потому что, ну как это без эмки? Кстати, заметили то, что на сервере опенкапа Можно надевать вот эту маску, которую ты купил За кредиты А почему тогда не сделали? Вот если ты реально сам выбил золотое оружие Почему нельзя его, например, юзать на этом опенкапе? Именно если ты сам выбил на основном сервере золотое оружие То есть, нафига еще золотое оружие нужно? Люди хотя бы будут его крутить, чтобы на опенкапе Ну хоть какое-то преимущество иметь Это было на самом деле круто И даже я бы покрутил бы прям до золотого Чего-нибудь попытался, потому что Хотя медиком играю, не, я с золотым фабаром бы не играл Мне он вообще не нравится А я с сексом бы играл, потому что я считаю, что Золотый фабар это вообще говно какое-то Вот, так что Это прикольно бы сделали В каждом видео я пытаюсь что-то, не знаю, подсказать Мейлу, разработчикам Но, к сожалению, они это все предпринимают где-то через полгода Через год Ну когда это, в принципе, уже все привыкли И всем насрать Так что Ну, ребят, не знаю Может быть, потом ведут Потому что Ну как, нафиг вам золотые, например, пушки, да Выбивать? Еще раз повторю то, что Если вы можете подкопить кредиты И потом просто взять И выбить какой-нибудь тарчик, юсас Или подобную пушку Когда ее ведут Так что На самом деле непонятно Зачем золотая пуха Она не такая, как тар Она не такая, как Какой-нибудь другой умпер донат Который убрали из коробок удачи варфейса То есть Это обычный такой донат На самом деле Чуть-чуть просто побольше обычного Вот тар, который собираются вести Может быть, он будет нагибным Потому что тар и так нагибной Еще и золотой тар Вот это будет На самом деле Довольно интересно Хотя Если мы сделаем На вьетнамском варфейсе Или кто-то мне кидал скрин с кого-то варфейса Не знаю Там не русские, короче, буквы были А вот Там был золотой тар И там было, что ли 35 у него всего магазин И на 1 дальность, что ли, побольше То есть Такие дела То есть Нахер кому-то ктар такой нужен Крутить Сливать на него 10 чклитов 20 чклитов Чтобы получить На 5 патронов больше На 1 дальность Не, на самом деле Ктар Это нереальная имбовая пушка И может быть Не, 5 патронов к тару Не, знаете Вот 5 патронов к тару Наверное, все же будут решать Но если Ему добавят хотя бы Ну, еще урон Чтобы он хотя бы в голову ваншотил Потому что Раньше, ребят, тавр ктар Но если не ваншотил в голову То он давал полный крест И спокойно Вы добивали своего противника А сейчас он не то, что полный крест не дает Он сейчас дает какой-то Маленький обосный крестик И чтобы убить, например, сктара в голову Ну, такой дистанции, понимаете Такой более-менее Нужно патрона 3 даже И то патрон 3, чтобы Точно попасть в голову А точно попасть в голову Это еще нужен скилл Вы сами понимаете Ну, сктара, конечно Скилл, говно Вопрос просто нужен Мне показалось Блин, что сиксаур валялся А это Какая-то дощечка Какой-то, кстати, на новом Вот этом ангаре Какая-то Какая-то пасхалка Вот, ребят, не знаю Напишите, пожалуйста, в комменты Что тут за новая пасхалка Мне же интересно Я видел, что мне говорили Что какая-то уточка там стоит И все Но уточка стоит Но ее никто еще не смог активировать Может быть, она просто стоит Так что, может быть, ее советский зимний, например Можно будет активировать Но там сказали Какая-то зимняя подсказка Если в новостях Если не ошибся То есть, может быть, как-то снег тут пойдет Или, не знаю Ангар 2.0 превратится в зимний ангар Кстати, было бы реально Да, ребят, прикольно Ну, не знаю Надо найти Что тут за баг Ну, мне на это время на самом деле нету Так что, ребят Если вы нашли Напишите, пожалуйста, в комменты Я обязательно посмотрю Что, как надо сделать Я не буду про это, естественно, видео записывать Мне больше делать нечего Если только можно на второй канал Но это будет довольно интересно Мне просто посмотреть Что это за фигня Там, что за пасхалка Ну, довольно забавно на самом деле Так что, друзья Ангарчик найс Эмочка сойдет Ну, еще раз говорю Если у вас есть умпер уж донаты Нахер вам она не нужна Не тратить деньги зря Подождите Какого-нибудь золотого октара Ну, или какого-нибудь умпер доната И просто, друзья Покрутите его А скоро, кстати, выйдет И обзор на золотую эмочку И когда октарчик выйдет На октарчик обзор выйдет Но вообще сейчас скоро пойдут, ребят Обзоры на зимние пушки Чтобы у нас было зимнее Новогоднее настроение Хотя В многих частях России Нету то есть снега И очень тепло Ну, на самом деле У меня не так У меня есть снег И у меня не особо тепло Так что у меня все отлично, друзья Надеюсь, у вас тоже выпадет снег Потому что что это зима такая без снега Что за Новый год такой Ну, ничего На пляже хоть погуляете Новый год спразднуете Друзья, в общем, всем спасибо за просмотр Не забудьте поставить лайкос на этот ролик Подписаться на меня Подписаться на группу ВК Подписаться на меня вконтакте Подписаться на второй канал А с вами был Серега, друзья Спасибо за просмотр Всем удачи И всем пока